Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак. Я визажист и уже 20 лет работаю в индустрии красоты. Сегодня я хочу с вами поговорить про брови, особенно про широкие брови, которые практически никому не идут. Я уверена, вы сейчас округлили глаза и посмотрели, что, о чем это она говорит. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я проводила вопрос среди мужчин. Вопрос звучал так. Что такое красивые брови? И вы знаете, никто не сказал, что это должны быть широкие, мохнатые, черные брови, которые практически сходятся на носу. В основном ответ был такой. Они должны быть аккуратные, они должны быть незаметные, незаметные. Как мужчина сказал, что когда смотришь на лицо девушки, оно должно быть красивое. И если я захочу и разглядеть ей там глаза, брови, я на них посмотрю. Но не так, чтобы эти брови были видны сразу же. И они настолько сбивают с толку, что больше из них ничего не видно. Некоторые говорят, что бровь должна быть тоненькая, с аккуратным хвостиком. Кто-то говорит, что они должны быть естественные, но, скажем так, ухоженные. Вы представляете? А мы все думаем, что сейчас тенденция это вот такие вот брови, которые 2 сантиметра на лице, и которые забивают абсолютно все. И такие счастливые ходим и пугаем мужчин. И друг друга причем. Потому что это уже настолько бич, это уже настолько просто заполомил инстаграм, ютуб вот этими бровями. И самое интересное, что практически реакция вот такая ужас какой, она у всех. Тогда непонятно, зачем мы делаем этот ужас на лице. Может быть мы все-таки научимся делать это грамотно? А грамотно это значит уметь читать тенденцию и надевать ее так, чтобы это вас украшало. Это самое главное правило. Поэтому если речь идет о том, что брови модно широкие, это имеется ввиду, что учитывая размер и ширину ваших бровей, то для вас широкие брови это будут те, которые вы увеличите на 2, максимум 3 миллиметра. Максимум. Тогда это будет очень естественно, красиво и вы в тренде. Но когда вы рисуете брови в 2, в 3 раза больше, чем свои, и, увы, это некрасиво. Поэтому нужно немножко подходить осознанно к выбору макияжа и к выбору тенденции. Значит, что необходимо помнить? Что же такое красивые брови? Значит, если вы молодая девушка, вам 15-20 лет, то дикие брови, просто расчесанные, будут вам очень красивы. Тем более, если у вас от природы они такие. Если вы девушка чуть старше, вам уже 30-40, а то и 50 лет, или еще старше, то вот здесь уже такой прием не подойдет. Чем шире брови, тем тяжелее лицо, тем тяжелее веки, тем меньше глаза. Поэтому те, кто хотят выглядеть молодо, это не значит, что нужно надеть на себя в тупую, я бы так сказала, тенденцию, и не понимать, насколько она может вас украсить, или наоборот, сделать ваше лицо более именно серьезным и взрослым. Потому что с возрастом у нас появляются определенные морщины. И если мы еще добавим такую агрессивную широкую линию, то эта линия еще больше усилит возрастные морщины. Поэтому такие брови для девушек, у которых уже есть определенные нюансы с кожей, наоборот, только придадут вам угрюмость и возраст. Поэтому давайте думать, когда делаем макияж. Чтобы лицо было моложавым, есть очень важный и главный закон. Я об этом говорю практически всегда на всех курсах для себя, для профессионалов. Есть зона молодости. Находится она вот здесь. Это не должно быть никаких теней под глазами. Чтобы, если мало ли, тут есть морщинка, чтобы отвлечь внимание, нужно вот это место сделать максимально светлым. Морщинку высветляем. Если вы не знаете, как это делается, посмотрите мой мини-урок про хайлайтеры. Я рассказываю об этом. Дальше. Брови. Начало бровей. Не рисуйте, я вас умоляю. Вот эти вот графичные брови. Это же настолько делает образ неинтересным. И я не хочу никого обидеть, но это взрослит. То есть любые угловатые линии в лице, они придают возраст. Поэтому если вы вот такую вот графику рисуете в самом начале, фокус делаете на центр лица, это еще больше придает возраст. Запомните это. Для того, чтобы создать эффект лифтинга, чтобы открыть глаза, чтобы это было все красиво, свежо и замечательно, самая яркая зона в бровях, это пик брови и хвостик. Яркая по цвету. Самое широкое, конечно же, начало. Нужно, чтобы пик брови создавал эффект лифтинга. Вот так. Соответственно, нужно, чтобы весь фокус перешел именно на эту зону. Как только вы делаете самую широкую часть, более графичной и темной, то фокус сразу переходит вот сюда. Таким образом образуется вот такая елочка. Об этом я говорю на уроке по лифтинг-макияжу. А этот треугольник, он придает возраст. Поэтому если он есть, его нужно стереть и создать совсем другой треугольник, треугольник молодости. Об этом я говорю уже 15 лет. Поэтому, следующий момент. Брови темные могут быть. Чем темнее бровь, тем мягче линия. Запомните, запишите это, пожалуйста. Что это значит? Не надо делать углы. Опять же, если вы девушка уже постарше или помладше меня, мне уже 44 года. Поэтому, если вы не хотите придать возраст и агрессию своему лицу и усилить морщины, старайтесь делать линии в лице более мягкие. Любая четкая линия, угол, графика, она только придает возраст. Потому что и так морщины появляются. Нам нужно от них избавиться. Поэтому не надо рисовать новые углы, которые усилят морщины те, которые есть. Поэтому, если вы хотите бровь темную, сделать ее темную, но должна быть мягкая линия. Если вы хотите бровь сделать такую более кленовидную, игривую, почему бы нет? Например, пик брови сделать более такой яркий. Тогда не делайте ее темную, сделайте тогда бровь нежную по цвету. Это важный момент. Значит, пик брови. Обязательно он приходится на сегодняшний день. Это просто такой канон красоты. Чтобы сделать красивое лицо, не только брови, а лицо, то пик брови на сегодняшний день, это подходит практически всем. Должен находиться, обратите внимание, внешний угол глаза, вот здесь и находится пик брови. Забудьте про все вот эти классические зоны, которые обычно делаются при идеальном лице. Если у вас лицо идеальные пропорции, то тогда это подходит начало брови, там пик брови и хвостик. Если есть какие-то особенности, глаза близко посажены, там большой нос, или может быть широкая нижняя часть лица, то тогда вот эта схема, она вообще не подойдет. Более того, она вас изуродует. Поэтому забудьте, все значительно проще. Проще это, бровь должна быть по цвету светлая, темная, еще темнее. Пик брови, чем старше, тем он более мягкий. Пик брови находится на уровне внешнего уголка глаза. Если вы сейчас сделаете таким образом брови, вы увидите, насколько в лучшую сторону изменится ваше лицо. И если бровь вы хотите сделать уголком, то тогда старайтесь, чтобы по цвету она была светлее. Если вы хотите сделать брови яркие, то по цвету она должна быть, ой, по форме она должна быть более мягкая, классическая. Я надеюсь, вам были полезны эти советы. Поэтому попробуйте для себя. Вы увидите, насколько интереснее сразу будет смотреться ваше лицо. Если вам понравилось, ставьте лайк и смотрите мои видео. Там будет очень много нужной, полезной информации, как для себя, так и для профессионалов. До свидания.